МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скорость нанесения удара в этом спорте уступает только скорости полета пули. А единственное верное решение спортсмен должен принять за доли секунды. Только тогда победа гарантирована. Выносливость, точность, ловкость. И это далеко не весь список качеств, которыми должен обладать умелый фехтовальщик. Ведь не зря этот вид спорта входит в тройку самых интеллектуальных. Готовьтесь! В программе «Ровесник» познакомимся с современными украинскими мушкетерами. Фехтование – это искусство нанесения уколов, ударов, не получая их. Это было достаточно давно. Есть три вида оружия – шпага, сабля и рапира. Шпага – это дуэлянтный вид оружия, где, как на дуэли, уколы считаются во все части тела. Рапира – это был непосредственно спортивный вид оружия, и рапирой работали в зале на мишени. Оттуда и пошла поражаемая поверхность – это туловище, передняя часть и спина. Сабля – это была кавалерия. Поражаемая поверхность была у саблиста – голова, туловище и руки. Фехтование в Украине развивается очень активно. Открываются новые клубы спортивные, открываются государственные школы в США. Фехтование – очень высокорезультативный вид спорта. В последнее время фехтование очень сильно становится популярным. Почему? Потому что, может быть, эта мода приходит из Европы. Это такой красивый, благородный вид спорта, где люди, одевая на себя белый костюм, выходят на дрожку и сражаются. За рубежом более популярно и любительское движение, и в целом фехтование. Но Украина движется в этом же направлении. А сейчас я расскажу, из чего состоит фехтовальная экипировка. Первый элемент – это фехтовальная перчатка. Она одевается на вооруженную руку спортсмена. Второй элемент – это фехтовальные бриджи, так называемые фехтовальные штаны. Они защищают ноги, выполненные из специального материала, который называется кевлар. Кевлар не пробивается ножом. Следующий элемент – это фехтовальная куртка. Она защищает руки, туловище. Так же, как и штаны, выполнены из специального материала кевлар. Очень важный элемент товарищика – это набочник. Он одевается на вооруженную руку спортсмена и защищает дополнительно туловище, также подмышку спортсмена. Очень важно отметить маску, которая защищает голову спортсмена. У нас в Украине принято говорить, что сетка вот такой фехтовальной маски выдерживает удар Виталия Кличко. Следующий элемент – это шпага. С чего состоит шпага? Это клинок, наконечник, гарда и рукоятка. Есть еще один вид оружия – сабля. Выглядит сабля вот так вот. Состоит из клинка, гарды и ручки. А также в спортивном фехтовании есть третий вид оружия, который называется рапира. Рапира очень похожа на шпагу. Единственное, что у шпаги чашка гарда глубокая, то у рапира она маленькая. Когда я только пришла, понятное дело, на первых соревнованиях я не могла показывать суперский результат. И меня это как-то подначивало, что вот я должна, я хочу, я хочу попадать там сначала в кадетскую сборную, потом в юниорскую сборную. Сейчас я уже там состою во взрослой сборной. Это постоянная борьба, борьба с противником. Я не соревнуюсь на количество баллов, я не соревнуюсь на то, как я правильно что-то сделала. Я соревнуюсь с противником. Если я выигрываю, я наношу удар, я выигрываю встречу. Если я проигрываю, то я делаю выводы и работаю дальше для того, чтобы приносить медали. Начала заниматься в 12 лет. Когда я пришла первый раз на секцию фехтования, меня привела бабушка. Я после первой тренировки сказала, я туда больше не пойду. Может, где-то испугалась, что-то новое. Иногда раньше я не сильно любила чего-то нового. А еще ребенком большой зал, много разных людей, старше и младше, и пугалась. Я решила, все, я полгода не ходила на фехтование. И потом в какой-то день мне было очень скучно. Я такая, я очень хочу чем-то заниматься. Мама говорит, позвони. Хочешь, звони. И я позвонила тренеру. И он сказал, да, конечно, приходи, я тебя жду. И так началась моя история фехтования, фехтовальной жизни. Меня сразу привели к сабельному тренеру. И сказали, это твой тренер. У меня не было права выбора оружия. Но я не жалею о том, что это именно сабля. Потому что это очень динамичный, быстрый вид оружия. Где можно проявлять себя в быстроте мышления, в скорости, в движениях. Ну, во всем. И он более эмоциональный. Так как все происходит быстро, и эмоции тоже быстро вспыхивают и быстро угасают. Я когда-то пробовала фехтовать на шпаге просто чисто ради интереса. Это интересно, но сабля все-таки мне ближе по душе. Пробовала фехтовать на рапире, но не то. Ограничения по поводу поражаемой поверхности как-то не сильно мне понравились. В шпаге можно колоть куда угодно. В ногу, в руку, в маску. В рапире такого нет. Начал я заниматься в 11 лет. Начал заниматься, когда пришли, набирали группу на урок физкультуры. Я сам из Хвельницкого. Решил пойти попробовать. Я до этого занимался гандболом. У меня там не получилось ходить. И тут было как бы свободное время. Родители говорят, пойди попробуй. Я пошел, мне понравилось. Я буквально там год занимался в Хмельницком. И потом переехал в Киев, в спортивный интернат. И здесь уже занимался каждый день как профессиональный спортсмен. Так получилось, что я фехтую на шпаге, потому что не было тренера с другого вида оружия. И непосредственно шпага мне уже понравилась в итоге. С своей техникой, стилем ведения боя. Фехтование на шпагах отличается дистанция. Она более длинная, потому что тебе могут нанести укол в ногу или в руку. Поэтому нужно находиться дальше от противника. Также шпага более медленная, потому что в рапире и в сабле есть тактическая правота, есть темп. В шпаге такого нет. Те качества, которые он развивает, это ловкость, хитрость, выносливость. И мне нравится коллектив, в котором я нахожусь. Также в спортивной школе, где я учился, мне нравилась обстановка. Поэтому я там занимался и продолжаю заниматься. И сейчас меня окружают те же люди, с которыми я начинал заниматься. Так сложилась история Украины, что раньше практически во всех областных центрах Украины было фехтование. Из-за нехватки специалистов в некоторых городах фехтование исчезло. Это связано с тем, что идет отток тренеров, к сожалению, за границу. Но в последнее время я наблюдаю, что в городах Черновцы, Чернигов появляются специалисты, которые израбатывают желание открыть секцию клуб по фехтованию. Где фехтование процветает и где воспитываются сильнейшие спортсмены страны. Это Харьков, Днепропетровск, это Киев, это Одесса, Николаев. Самые азы – это стойка, удар, вид оружия, с чего строится бой, что надо делать, что есть атака, есть защита. А потом уже разные приемы, которые я могу использовать во время боя. Например, какие-то обманные маневры, чтобы выигрывать бой, выигрывать удар. В соревнованиях мы фехтуем только с девочками, но на тренировках у нас есть возможность пофехтовать с мальчиками. Они достаточно быстрее, чем мы, и принимают решения быстрее, чем мы. Поэтому, если я училась подстраиваться под их фехтование, то с девочками было фехтовать еще легче. Я любила приходить на тренировки и фехтовать очень много. Любила получать индивидуальные уроки с тренером, потому что мне всегда было интересно узнавать что-то новое и усовершенствовать себя. То же самое, что ребенок учится ходить. Он падает, поднимается, падает, поднимается. Так же и в фехтовании. Когда мы становимся в стойку, нам неудобно. Почему нужно постоянно сидеть, болят ноги, болят руки. Плюс еще при этом надо думать. Как это думать и физически работать? Это же так сложно. Но учимся, привыкаем, много тренируемся для того, чтобы проводить на соревнованиях свои бои, выигрывать. Первая, наверное, моя трудность – это были первые соревнования. Очень было сложно преодолеть много людей. Это был чемпионат Украины, кадетский. Я помню, я просто была с перепуханными глазами, с огромными, столько людей, никого не знаю, что делать. Но я как-то себя преодолела. С каждым годом, с каждыми соревнованиями мы больше знакомились, больше узнавали друг друга. Уже больше меня стали узнавать, так как я стала больше участвовать, показывать какой-то результат. И мне уже намного проще находиться на соревнованиях, даже не на украинских, но и на международных. Конечно, это все нужно, там, стержень, характер, упорство, но мне кажется, это все то, что человек может в себе воспитать. Если человек трудолюбивый, он работает и, главное, занимается любимым делом, он может достичь чего угодно. Талантлив он, не талантлив, как говорят. 1% таланта и 99% трудолюбия. Я придерживаюсь этого мнения. Я не сильно помню свою первую тренировку. Единственное, что запомнилось, это мой тренер, который такой общительный человек. Он меня задавал такие наводящие вопросы, проверял меня, действительно ли мне нравится, действительно ли я хочу этим заниматься. Я тренировался 6 раз в неделю и всего было 9 тренировок в неделю. В некоторые дни было по 2 тренировки. Воскресенье был выходной, тренировки были где-то по 2,5-3 часа. Поначалу было тяжело, да, работаться, а потом уже через год вошел в ритм и уже не было так тяжело. Самое сложное сначала было это сесть в стойку, технически сделать это правильно. Я помню, как сейчас ходил вот так, ноги в сторону, колени разводить под 90 градусов. Вот это было сложно, действительно. Ходил по улице и привычка как бы оставалась вот такой, что тренер говорил, ноги нужно развести, развести, сесть пониже. Вот это вот четко мне помнится, как вчера будто было. Соревенования в Украине, как правило, это чемпионаты страны, это перенство среди кадетов, кадеты это школьники, юниоры, это юноши от 17 до 20 лет, ребята. И в последнее время у нас зародилось детские соревнования, называется Лига 10-13, куда приезжают малыши со всей Украины и сражаются за медали. Украинская школа фехтования с полной уверенностью, с гордостью говорю, одна из самых сильнейших в мире. Да, есть виды оружия, которые кто-то впереди, кто-то сзади, но фехтовальная школа украинская очень сильная. Можно отметить сабельную сборную женскую по фехтованию. Они в последнее время показывают сумасшедший результат, очень высокий. Шпажная сборная Украины, мужская и женская, у них тоже очень высокие результаты. Они буквально совсем недавно стали чемпионом мира. Как и у всех спортсменов, так же и у фехтовальщиков есть свои приметы перед соревнованиями. У каждого они бывают разные. Кто-то одевает одну и ту же футболку, кто-то как-то специально зашнуровывает свои специи, у кого-то есть какие-то свои маленькие игрушки, которые они приносят с собой на дорожку, чтобы он им приносил удачу. Из моих таких примет, я не люблю, чтобы трогали мое оружие. Я всегда рано прихожу в зал для того, чтобы одеться, получить урок и почувствовать вообще дорожку, бой. Мне нужно пофехтовать. Очень редко, когда я не фехтую перед соревнованиями. Я участвовал в многих соревнованиях по Украине, так же ездил за границу в составе юниорской сборной. По Украине я занимал призовые места, но как-то так получалось, что это было не золото, а бронза. Это в личных соревнованиях. В командных было золото. Я как бы более командный боец, не как бы лично, вот так, чтобы для себя доказывать что-то. У меня такого не было. А в команде я вот за команду боролся. Мне очень нравятся эмоции, которые есть на соревнованиях. Такие эмоции сложно повторить на тренировку. А самое важное, такие эмоции нереально сыграть. Это настолько искренние эмоции, что это сложно повторить. Вот в обычной жизни, сейчас вы мне скажете, вот крикни, как на соревнованиях. Да я этого никогда в жизни не сделаю. Это те переживания, тот адреналин, который нереально повторить. Первое, что мне нравится в соревнованиях, особенно в международных, сейчас уже во взрослом фехтовании, мы приезжаем, мы одна команда. Мы команда Украины. Нас чаще всего ездит где-то шесть девочек, и мы друг за другом горой. Мы всегда поддержка, всегда опора, всегда верим в друг друга. Наверное, если бы не было этого, не было бы тех результатов, которые есть у девочек и у всей команды Украины. Да, да, мы семья, мы команда. Мы с девочками очень часто любим на сборах собираться по вечерам, пить чай, играть в разные настольные игры, общаться просто. Мы друг другу стараемся помогать.